Итак, главной новостью последние субботы года стал первый в истории Украины захват заложников с использованием взрывчатки. Сейчас вся страна следит за развитием событий в Харькове. Чуть больше часа назад злоумышленник согласился отпустить пятерых пленников, двух детей и трёх взрослых. Так же, как сообщило МВД, сейчас экстремист общается с переговорщиками и ведёт себя не агрессивно. На месте событий работает наша корреспондент Светлана Шекера. Светлана, здравствуйте! Всех интересуют последние новости из Харькова. Итак, что происходит? Назвал ли экстремист свои требования? Как чувствует себя освобождённая? Светлана, вам слово. Алексей, первый звонок на 102 поступил в полицию в 14.40 отсюда. В полицию позвонил муж сотрудницы Укрпочты и сказал, что его жена успела позвонить и сказала, что в отделении Укрпочты здесь, на станции метро Киевская, возле большого супермаркета, ворвался мужчина в Балаклаве. Он взял в заложники 11 человек, 9 взрослых и двое детей. Он был со взрывчаткой и угрожал её взорвать. Ну, подходил до участкового нашего, ну, тот, который по этому району. Ну, там человека видно оттуда, вот если посмотреть в окно. Ну, говорят, якобы там парень в какой-то жилете с гранатами, ну, зашёл туда и... Тут они же часа полтора стоят и не могут ничего сделать. Ну, его видно, я уже говорил. Территорию в радиусе 250 метров обнесли ленточкой. На месте работает полиция, спасатели. Сюда подогнали два бронированных автомобиля спецподразделения «Корд». На втором этаже здания, в котором находится Укрпочта, располагаются пять квартир. Теперь полиция вывела всех жильцов на улицу. И сейчас они вместе со всеми стоят здесь на улице и ждут, что же, собственно, произойдёт дальше. Пожалуйста, освободите помещение. Мы же не будем понять, ну, что за шутка. Он там на почте. Такие дела. Быстренько выходите, там всё узнаете. Ну, мы вышли, и неизвестно, что он придумает, тот человек. А вдруг взорвёт дом. Мы же не знаем, как-то стоим вот на нервах. Не знаем, когда-то всё закончится. Несколько раз переговорщики пытались зайти в здание. В шесть вечера удалось вывести трёх взрослых. Это женщины и двух детей, мальчика и девочку. И их посадили в скорую, с ними работают психологи. И вот в сети появилось видео, видео с отделения Укрпочты. Один из заложников смог снять на камеру телефона и передать в сеть. Вот вы сейчас можете посмотреть, что делает экстремист в отделении Почты, что он говорит и что у него на поясе, какая взрывчатка. Пойдёт взрыв. Тут более нескольких тысяч веществ. Когда у меня рука устанет, я должен буду переключиться. У меня есть специальная педалька. Вот педалька. Я ставлю её на пол. Идёт нажимание. Здесь идёт переключение. Таким образом я смогу держать, чтобы не было рожатия. Сейчас в заложниках остаются ещё шестеро мужчин. Какие требования выдвигает экстремист? Официальной информации пока нет. Начальник областного полицейского главка Олег Бек находится среди переговорщиков. По последней информации стало известно, что личность экстремиста уже выявили, уже знают, кто это, и даже пригласили на переговоры его отца. Ранее Олег Бек сообщал, что поступок мужчины может быть связан с последним обменом пленными на Донбассу. По факту событий уже открыли уголовное производство по статье «Захват заложников». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Стоит отметить, что на месте собралось очень много харьковчан. Люди не боятся и активно смотрят, снимают, выкладывают в интернет. И сейчас, в данный момент, мы наблюдаем некую активацию действий на заднем дворе Укрпочты. В ближайшее время, возможно, будет штурм. Мы следим за развитием событий и в конце выпуска расскажем вам, что же происходит. Студия. Да, Светлана, большое спасибо. Мы обязательно вернемся к вам в конце выпуска. Я напомню, что на прямой связи из Харькова наша корреспондент Светлана Шекера. Ну, а в Харькове разворачивается история вокруг захвата заложников. Продолжение следует...